приветствую друзья с вами эдуард волков и 59 день поста на соках на жидкостях какао тоже попивать можно то есть все кроме твердой пищи и так сегодня заканчивается 59 день поста на жидкостях ну и как в общем хорошо себя чувствую главное в этом деле это прежде всего повторюсь 59 раз это само понятие такое как очищение очищение кишечника то есть понимаете живот большой и пастись и сколько угодно если там остается еще не частоты различные годами залежавшиеся в закомарках ничего путевого с этого не будет то есть как бы любой пост должен приводить к тому полностью очищение кишечника если есть живот значит это уже ну как бы для здоровья напряжно вся система организма будет работать напряжно ну вот принципе самочувствие как всегда без изменений то есть так жить можно без проблем вся деть 9 дней и вот кушается даже кушать не хочется ну что как обычно рассказываю о том что в комплексе с с очищением только на жидкостях питье еще идет дыхание то есть я регулярно делаю глубокие вдохи когда припоминаю себе но это в принципе достаточно для того чтобы организм работал потому что дыхание это второй такой элемент который работает на строительстве и нашего дома внутреннего там есть старые постройки разрушаются новые появляются и вот это взаимодействие все это связано с дыханием прежде всего потому что именно через дыхание попадает к нам азот кислород и и так необходимы для нашего организма для строительства потому что большинство клеток в основном состоят из водород азот кислород и там еще примеси различные уже более физические серо и так далее вот но а сегодня я хотел бы еще рассказать вам тут диалог такой развивается о люди рассказывая о этой цивилизации наших которым мы живем да мы живем западной цивилизации они как бы слишком поверхностно воспринимают простые вещи казалось что такое политика и что такое религия мы можем это глянуть в википедии пожалуйста спокойно вот сейчас мы википедию заглянем и там сначала смотрим что такое религия начинаем смотреть и значит так религия латинская религии религары связывать соединять определенная система взглядов обусловлена веры в сверх естественное включающая в себя свод моральных норм и типов поведения обрядов культовых действий и объединение людей в организации церковь ума санга религиозная община то есть вот видим мы да теперь смотрим что такое политика то есть политика тут тоже есть умная то есть там на латине было соединение а здесь политика уже по-гречески государственная деятельность деятельность органов государственной власти и и долго 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 должностных лиц а также вопросы и события общественной жизни связаны с функционированием государства научное изучение политики ведется рамках политологии и все бы хорошо с этими определениями да они вполне научные такие но давайте может попробуем просто по-человечески не по-научному то есть попробуем понять потому что ну учить это все что это взгляды какие-то сверх естественно это это одно а теперь чисто практически чисто практически получается так что политика возникла политика это система власти да то есть организация власти это политика влияние власти влияние давайте посмотрим на простых примерах как это все происходит ну изначально есть были рады определенные исторические смотрим все как в истории были рады в которых власть принадлежала так как бы обычно в разных формах где-то отец старший до или старший дед или прадед которые живут то есть старейшины где-то были формы где были попроще и там женщины командовали то есть если они заработали авторитет то разница большой не было не было то есть и женские и ему и мужчины и женщины они как бы могут владеть семьей вот разные разные типы были такой вот власти внутри семейной дальше когда семья разрасталась наш нужно было решать тоже какие-то проблемы да вот и люди начинали апеллировать старейшины или кому-то и начинали подавать свои голоса было много взрослых мужчин и они тоже имели права голоса и они как бы вместе там старейшина может быть дал расклад как что происходит что нужно сделать а они должны были решить одним за другие против и они вот и решали эти вопросы рассматривали вместе и в конце концов как капитан современный на корабле вы подумали а я решил то есть большинством голосов или же рациональностью какой-то определенной это все решалось но в один прекрасный момент появилось такое понятие как деньги появилась торговля когда появились деньги началось социальное расслоение людей и вот это социальное расслоение людей привело к тому что богатые стали покупать себе голоса то есть это естественно ты можешь дать тому-то кому-то мешок риса тому 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 семейству и они согласятся с твоим мнением что нужно сделать так или иначе но в дальнейшем это оказалось эта форма оказалась слишком ответственной для людей которые нам купить власть это не быть самым мудрым то есть не иметь свои какие-то определенные какие-то ну как желание до которые могут расходиться с семейными вот когда вместе решают понятно все за и против взвесили здесь уже идет покупка и люди начинают работать больше на свой интерес то есть они и заинтересованы заработать ну такая схема очень быстро приводит к тому что но богатых людей начинает появляться недовольство в семье на семьях различных то есть они уже объединились это уже большая такая кастовая бы морители система уже тысячу человек лишь 100 200 человек и вот они начинаются недовольству то есть они его скидывают и начинают обратно то есть такой человек слишком долго не продержится просто если он покупает власть о своим не доказал своими мозгами что он может это делать и тогда появился институт то есть политический те которые предлагают свои услуги в в политике то есть этот человек богатый уже не сам выходит на сцену а появляется человек который которого он продвигает и таким образом эта система до сих пор действует то есть на больших на международном уровне то есть вот ничего не изменилось вот хотя казалось бы прошли тысячи лет это если вам говорят что что современность это какая-то такая инновационная или что-то ничего подобного все это было давным-давно но вот эти политики они появились не просто они ниоткуда еще есть история религии потому что религия понимаете возникла как сеть учителей то есть находится определенный гуру который собирают вокруг себя слушателей рассказывает им сказки то есть они становятся его учениками сначала там как бы идол их он идею им показывает в общем театр устраивает рассказывает о жизни учит их и вокруг постепенно обрастает учениками или слушатели будем так говорить и чтобы тогда люди еще жили еще многие в джунглях жили а когда пришло сельское хозяйство появилась аристократия и появилась необходимость в гостарбайтерах откуда брать и вот из этих джунглей вытаскивали учителя этих слушателей им нужно было каким-то образом показать что есть власть над ними так они жили себе как дети природы а им нужно было показать что есть власть над ними поэтому их называли обезьянами а появился такое понятие как хануман как вы знаете может из фильмов разных это хозяин обезьян царь обезьян хан мэн мэн хан такой солидный царь царь обезьян и вот это дальнейшем переродилась в human потому что хануман human гуманный гуманизация то есть началась форма такая обучение необходимость в рабочей силе привела к тому что началось интенсивное подтягивание людей из джунглей и вообще не цивилизованных хотя об этом по позднее откуда это все пошло подтягивания в эту систему хануман то есть и людей учили пожар порядку поклонению перед богатством перед богатыми и перед деньгами да потом это эту общину делали а потом сдавали в аренду они на местном региональном уровне где-то работали на каких-то полях на 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 богов этих богатых людей брахманов я становились богатыми и в общем появилась таким образом понятие первичное понятие религии хотя на самом деле людей учили обычным понятием добра и зла дуальность что это плохо это хорошо как детей маленьких детском саду так тогда нужно было маугли этих учить и до сих пор этих маугли учат то есть нас таким же образом так возникла религия вот это гуманистическое направление которое поставляла рабочую силу и социальный материал в это общество земледельческое то есть это первичная такая форма религиозная которая в дальнейшем перешла в азию всю там были джаганат и джа это имя иеговы еврейского бога протестантского бога вот и и таким образом это начало религии переросло нечто большее и начало растекаться по миру неся так сказать собирая и разрастаясь 7 семейными этими самыми клан такой но это уже своеобразная кастов который потом добралась до египта в египте там обосновалась нашла там встретилась с определенной понятий на есть такое как бы предположение не предположение потому что платон все рассказал потому что там были в египте какие-то жрецы которые издавна там были они рассказывали от атлантиде то есть культ атлантический а это культ американский то есть вот эти предки ацтеков и майя это у там есть племя Цацилий, это у них есть имя Циля, это у них есть понятие социализации, цивилизации, это оттуда пришло. И вот это соединение, такой микс индусский, индостанский, из Индостана, это джайнов, соединился с культом атлантическим и возвратился там в определенный момент и именно тогда начали появляться буддизмы, зероастризмы, джайнизмы, то есть вот сделала такой путь, две культуры соединились и получился такой взрыв идеологический, то есть началась торговля на этих, между этими сетями разрастаться, вот там борьба политическая и вот пять тысяч лет назад первая как бы волна эта зародилась в Индостане, ушла, разошлась по миру, появились у вас, и вас не удивляет, что допустим в названиях стран, городов различных столько много понятий ур, ар, ир, бурги, иркутский, ирак, ирландии, то есть бурбоны, вот это ур, ир, ар, это повсюду, то есть иркутск возьмем, как он далеко, да, иркут, ир есть, в Европа целая, то есть семейство во многих семейных фамилиях аристократических, там ур, ар, ир, в именах, то есть появилась такая вот как бы индексация местности, то есть глобальное расползание цивилизации, это уже началось еще пять тысяч лет назад, и оно охватило огромные территории, то есть шли эти касты, шли эти секты, как их ни назови, и они искали земли обитованные, то есть обитаемые, им не нужны были какие-то земли пустые, они приходили, садились в племя какое-то, так тихонечко, там, постиг что-то делать, и потихонечку секту свою, раз, обращали людей простых в эту секту, рассказывали им сказки, и таким образом, то есть сеть, огромная сеть возникла по всей Азии, так возник Китай на этой основе, так в Индостане цивилизация-то началась развиваться, египетская, то есть это все именно вот, начиная такого с малого, то есть нужно для того, чтобы построить что-то, нужно создать сеть или организацию, в которую идеи людей берут, заманивают, а потом эти люди работают, ну, по плану, как положено там, что заложено у кого, в какой теме. Таким образом, вот возникали религии, различные религии, они потом обособнялись, но в основном, вот, модернизировались, то есть то, что вышло из Индостана изначально, было, в общем, простой формой, как бы сказать, сказок, то есть больших философий в этом нет. Первоначально Шива, это что такое Шив, культ Шивы, это культ силы, культ сексуальной энергии, то есть культ семидневной недели введена была, и культ брака, то есть женщин начали учить, и мужчин начали отучать от животного поведения, и они сказали, вот, раньше были там, можно украсть было невесту, можно было там, ну, в общем, как жизнь придет, как родители позволят, или семья, вот такая вот простая жизнь. А потом это все Шива взял в руку, вот это животное, вот эти рога, и начались распространяться сказки, целые сериалы о жизни, о житии Шивы с его супругой, с его сыновьями, с его геройскими поступками, в молодости, как он там был, то есть это огромный сериал. Шиваи-то это не просто, вы знаете, вот какая-то тупая религия, нет, это абсолютно не религия, она обросла культовыми значениями, но на самом деле они, это огромный сериал, то есть каждый индус с детства знает эти сказки, которые сопровождают его потом как, ну, как идеал, да, вот мы смотрим на наших артистов, и вот многие там влюбляются, девушки юные там в это самое, так вот индусы, они влюбленные в эти идеалы рассказки, эту Санта-Барбару нескончаемо, а вот эти все так называемые адепты, которые там действительно, как бы считается, что они поклоняются, они просто обычные рассказчики были, которые ходили и рассказывая сказки, пели, танцевали, и за это были накормлены и обуты и одеты. Конечно, там все голышом ходят, но вот такой смысл был, было много таких подражателей хороших, плохих артистов, но этот культ так и остался, на этом разработалась целая психология, танечная, то есть психология гнева, на картинках вот такие рисуют гнев, страсть, радость, в общем, все там, и только нужно было посмотреть, какой этот артист, у него вот они многорукие, вот эти статуи, которым делали великим артистам, великим правителям, которые разносили это искусство танечное, и все знали, вот у нее такой характер, она так, ну, такие сказки рассказывала, то есть это психологические образы, вот, и эта первоначальная шивоидская культура вышла из Индии, ну, и просто распространялась. Это вообще абсолютно не религия, это сборник моральных норм, приучающих людей к единству. У шивоидов практически не было, были в маленьких объемах такие большие храмы или какие-то, а патриархов вообще не было. То есть вот великие люди были, которые великие артисты, великие сказители, а такого иерархии не было, поэтому такая это народная, естественно, религия. И женщинам единственное, что им дали возможность, там есть, молиться сексуальной энергии, чтобы сексуальная радость была в семье, и чтобы муж любил жену. Ну, а самое интересное, что они настолько вот в образе этого шивы, что когда они близкие вместе, индусы, именно те, которые, будем так говорить, сильно под впечатлением, те, они воспринимают друг друга как супругов, женщина как супруга, как шиву, а он супругу как парвати. То есть они, духовные сущности вот эти, имеются в виду не внешние. Внешние они как бы не видят, у них другой взгляд на это все. То есть все на эмоции. И вот эта такая психологическая Санта-Барбара распространялась изначально, ну, а потом, уже встретившись в Египте с этими атлантами, с этими жрецами, которые каким-то образом, чудом приплыли через это самое, и обосновались в Эфиопии, там, в Африке. Получилось вот этот новый такой скачок. То есть когда две цивилизации соединяются, они расцветают, расцвет происходит. Расцвет происходит только на стыке двух культур. Ну вот, как сейчас, да, Китай получил деньги и технологии от Запада, и как бурно он пошел вперед развиваться. То есть и в те времена тоже Заратустра, буддизм, в одно примерно время и джанизм, то есть они там много были, как грибы эти учителя появлялись, и туда народ пер, чтобы за знаниями в Шамбал, в предгорье Гималаев, за знаниями ходили, тогда не было интернетов. Вот. И, ну что, и торговля пошла. А наш бог, оригинальный бог, которого мы знаем, да, он пришел к нам уже через, из Индии от Брахманов, через Заратустру, который почитала ли школа мастера, гуру, он мастер, мастер. И так у них осталось маста, а сейчас говорят бог Мазда. То есть поклонение учителю оказалось Маздой какой-то непонятной. Ну, то есть все так, люди, передача такая, знаете, бывает. Вот. А наш бог появился от Брахманов, потому что Заратустра тоже перевел брахман как Бахман. Бахман. Бр-р-р. Может, картавил, неизвестно. Ну, в общем, Бахман был у Заратустры, Бог Мэн. Потом появилось Бог Мэн. Бога-человек. Бог Мэн. Ну, и вот Иисус Бог Мэн. А бог вообще это как бы уже проявление вишну изначально. Там есть любовь, сама любовь. Не, он нейтрален. Любовь уже бахманы разносят. То есть они среди людей хотят, чтобы люди друг к другу хорошо относились, не кусались, не грызлись между собой и были очень хорошими. У них это слабо получается до сих пор. Ну, вот так функционирует религия до сих пор. То есть она так укатывает людей, несмотря на какую-то эзотерику сверхъестественную. Всё это сверхъестественное, которое мы сейчас сначала читали в энциклопедии, вот этой Википедии. Это всё как бы только из-за того, что опять всё искажается. Как исказили мастер, 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 мастер. Исказили понятие учителя и сделали из него Бога Мазду. И зороастризм. Также сейчас и понятия разные, то есть они затираются. Но самое интересное, что вот эти учителя, брахманы, бахманы, они как бы стали уже... Помните, я вам говорил изначально, что богатый человек даёт денежку, ищет менеджера, который бы за него исполнял какие-то обязанности. То есть появилась таким образом прослойка каста политиков, которых уже за деньги выбирают, даёт деньги, чтобы их выбрали, соответственно, каждому по килограмму гречки. И люди таким образом выбирают. А за ними стоят люди богатые. То есть прямого уже нету. Выбираем посредника, и это узаконено. И самое интересное, что вот эти гуру-учителя, они и стали этими политиками. То есть это институт образования, и институт политики, они в принципе взаимосвязаны, потому что произошло разделение, и наука на начальном этапе укатывает людей в одну форму этого подсознательного, коллективного, как сейчас говорят. И таким образом мы уже воспитываемся готовыми, потом телевидение нас укатывает, и мы готовыми становимся уже к социальному оцивилизованию. То есть нам ездят по ушам, и мы болеем за ту или иную партию, или же за правильные слова людей, которые говорят правильные слова. Но не будем думать, что это сейчас родилось, вот только, вот сейчас несправедливость. Нет, этому тысячи лет, тысячи, ребята. Так что серьезно к этому подходить могут только люди, которые просто не знают истории. А историю не знает никто, потому что эту историю спрятали. Глубоко спрятали. Нет, это не специально происходит. Это такое коллективное подсознательное. Коллективное подсознательное есть не только на уровне рабов, есть коллективное подсознательное на уровне власти. То есть подсознательное там одно. То есть они не предают свои правила игры. Никто не говорит, что получают за это деньги, все это укрывается. В Штатах специально, официально разрешили, сделали лоббизм. И странно, что здесь у нас официального нет возможности. Лоббизм не вводят. Наверное, это еще очень рано. Лучше поговорить, какая коррупция у нас страшная. А там нет коррупции. Везде все одинаково. То есть вот таким образом политика, религия связаны. А я там еще дал себе ссылочку на более такую... В статейке написал, что как религия влияет на политику вообще современности. Более такой расширенный обзорчик такой сделал. А сейчас вот так коротенько. И буду заканчивать на 59-м дне поста. Чувствую себя нормально. И вот рассказываю сказки. Буду прощаться. До завтра. Всего вам хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.